Здравствуйте дорогие друзья и снова радио Монте-Карло, Виктор Иванюк, Русская Европа и с нами очаровательный гость Татьяна Таранцова. Давайте я скажу так, заслуженной риэлтора в Калининградской области попросту нет. Татьяна, представь. Спасибо Виктор Иванович, что вы такую оценку мне даете. Да, я директор компании Клипер Недвижимость. В недвижимости эксперт уже 30 лет и я являюсь вице-президентом Калининградской гильди риэлторов. Виктор Иванович знаю давно, давно у нас такая плотная партнерская связь по продаже различных объектов, еще начиная с Подгорной, помните, на самом деле в Светлогорске. И очень благодарна, что вы пригласили на свою программу. Слушай, а что считается, подожди, считается в риэлторской среде, что попасть к Виктору Ивановичу на программу это за честь? Конечно, конечно. Мне кажется, что вот лучше сейчас продвижение просто нет. Давай, слушай, Коль ты такая опытная, давай расскажи мне, что вообще происходит в риэлторской среде. Я вас никак не пойму. То вы... Продаете... Подожди, нет, так я в конкуренции между друг между другом. Российская гильдия риэлторов раз, Союз профессиональных риэлторов два, потом Палата недвижимости три, потом Махромир врывается четыре. Объясни мне, объясни мне, потому что нам, нам, я тебе просто скажу, нам, мы в эту драчку вашу лезть не собираемся. У нас вообще ее нет, я могу сказать. Подожди, но ревность есть. А почему вы заблокировали, вы заблокировали наш последний конгресс, когда Махромир, мы как бы так в феврале... Расскажи, что за ревность была? Расскажу. Во-первых, давайте так, гильдия риэлторов Калининграда создана теми людьми, которые в недвижимости уже очень давно. То есть 30 лет и в этот период работали. Они действительно эксперты, асы своего дела. Поэтому как не им передавать свой опыт и формировать общественное объединение гильдии риэлторов. По поводу Макромира. Мы прекрасно относимся к специалистам, которые работают самостоятельно, и по или самозанятые. Но конкретно Макромир, когда он продает свое место в офисе, это просто каворкинг, это принципиальная позиция российской гильдии риэлторов. Мы стараемся не сотрудничать с такими компаниями. Это совершенно разный бизнес просто. А этого? А союз профессиональных риэлторов? Мы с ними сотрудничаем. Они в гильдию риэлторов входят? Они не входят, это отдельная общественная организация. У каждого свои цели, задачи. Со Светланой Кремятовой мы... Подождите, Галининградская палата недвижимости. Вот вы наразделились, а мы хотим вас объединить. Я бы с удовольствием, между прочим, со Светланой бы объединилась. Слушай, можно встретиться. Мы, между прочим, с ней продвигаем взаимные семинары друг к другу. Она мои, я ее. Вот ты молодец. Молодец. Кто меня, знаешь, упрекает, что я не даю гостю сказать, да? А тут, получается, все. Виктор Иванович попал. Но я хочу, вот знаешь, продекларировать, что Русская Европа стоит, знаешь, на такой позиции, что нам каждый риэлтор дорог, нам каждый продавец дорог, нам каждый эксперт рынка недвижимости. А вы практически каждый на определенном уровне эксперт, потому что вы, работая в этой отрасли, для покупателей являетесь именно самым главным советчиком. И для нас это очень важно. Поэтому имейте в виду, что Русская Европа не то, что она стоит над вами или выше, мы выше того, чтобы... Вы просто не риэлторы, правильно? Да, мы не риэлторы. Мы застройщики, которые работают со всеми, наоборот, всех объединяем. Поэтому мы вас и объединяем, и объединяем, и просьба. Уж не подведите нас, пожалуйста, Российская гильдия риэлторов на этот раз, когда мы 19-го, 21-го августа будем проводить свой конгресс, 6-й конгресс в Янтарь-Холе. Янтарь-Холе. Паразит вас. Это здорово. Там такие красивые мальчики, так что девочки, приходите. Я слушаю гимн Русская Европа на последнем мероприятии, когда мы экспертную оценку давали объектам на торги. И гимн, конечно, мне очень понравился. Даже с музыкальной точки зрения. Я же про слова не говорю. Музыка. Слушай, даже гимн понравился. Да, гимн понравился. Мы с вами будем участвовать, придем своим составом. У нас больше 35 компаний в гильдии риэлторов. Значит, от вас три сотни человек. Хотим еще выступить тоже. Так что есть у нас. Заявляйтесь. У нас интересные темы, полезные. Особенно 21-го числа будет такая панельная дискуссия, где на панели будут ведущие такие. О, слушай, тебя, кстати, на панели тоже могу. С удовольствием приду, приглашаю. Ты обязательно будешь на панели вместе со знаменитыми коучами, бизнес-тренерами. Мы там погоняем много тем про банки, про финансы, про текущую ситуацию. Давай влупим на всю Россию так, чтобы остался материал, который полезен. И, может быть, куда-нибудь достучимся и поймем, что такого не должно быть, как вот что сейчас творится. Тем более, ведь в следующем году конгресс российской гильдии риэлторов будет в Калининграде. Планируется. Вот это да, вот это да. Считай, что мы будем помощниками в этом конгрессе. Спасибо, супер, да. Опереться на нас сможете. Хорошо, хорошо. Слушай, подожди, ты какая-то боевая пришла. Можно расскажу вам тоже? У меня сертификат брокера рынка недвижимости российской гильдии риэлторов. У нас в Калининграде более 117 специалистов прошли обучение и сдали экзамен по этой программе. И у каждого риэлтора есть вот такая вот карточка. Здесь можно перейти на сайт конкретного специалиста, посмотреть о нем отзывы, оставить заявки. И будьте уверены, что именно эти люди, они действительно... Уже по сути сертифицированные, да? Да, да, да. Они действительно эксперты. То есть вы такую квалификацию даете, что это настоящий риэлтор? Эксперт это тот, который провел как минимум на рынке больше тысячи часов. Это не там два года, не три года, это 10 лет. Вот тогда он может называться экспертом. Сейчас вот рынок немножко изменился с учетом ситуации. А раньше вот эти два-три года последние все быстро очень шло в рост. Соответственно, очень много риэлторов было. И сейчас как раз рынок очень сильно очистится, ведь уйдут те, которые просто не знают, что делать и как дальше работать. Они привыкли, что все и так спрос, покупатель нет, все легко, все идет. Да, на самом деле это не так. Есть антикризисные меры. И, между прочим, Виктор Иванович, вы согласитесь, что ваш объект это один из антикризисных объектов. Потому что вкладывать в недвижимость, если вкладывать, то нужно в элитную, эксклюзивную оригинальность. Та, которая в дальнейшем будет расти в ценности, в ее ценности. А это такой объект, как ваш. Татьяна, я хочу сказать, я думаю, что выражу общее мнение. Сейчас нет особых, я скажу, таких, ну скажу, такой, это не та ситуация, когда нужно грустить. И от нас здесь, может быть, даже немножко не все зависит. Потому что тут создали такую объективную ситуацию, когда взяли банки, вначале нам пообещали проектное финансирование, завели нас в проектное финансирование, а потом отрезали своими процентными ставками по ипотеке и по кредитам, по потребительским кредитам. Просто взяли, отрезали нас от потребителя, дали потребителю такие какие-то непонятные ставки по депозитам и создали такое условие, что искусственно все создано. Это очень, вы же понимаете, ситуация. Хотя вот эта такая грустная ситуация, она наверняка скоро закончится, потому что, ну скажем так, не... Игорь Иванович, а как вы считаете, вот сейчас 7 процентов, 6 миллионов по Калининградской области кредит, который можно взять, это повлияет на... Ничего пока не повлияет, еще все равно будут ждать. Я скажу, ну не берут, не берут. Вы знаете, ну никто ждут, ну у нас-то как раз бронирование по вашему объекту с менеджером Ильей Вингинтером, Оксаной Нинаховым. Нинаховым. Да, да, вот как раз на выходных успели сбронировать объект. Всего? Это начало? Расскажу как, кстати, для многих риэлторов. У нас покупатель хотел приобрести загородную недвижимость в коттеджном поселке, построить дом. Ну когда с ней специалист, кстати, эксперт разговаривала, выяснил ее основные мотивы, потребности и предложила Русскую Европу. Просто внесла в СРМ-систему через нашего менеджера номер телефона. Прошло какое-то время, буквально там несколько недель, и человек действительно захотел купить в этом комплексе, в эко-квартале, и забронировал квартиру. Слушай, я тебя поздравляю, я тебя поздравляю с этим, потому что вы еще получите 4%, 30-го числа у нас торги 68-е, и мы переходим опять на 3%. На 3%. Все. Я уверена, Виктор, что вы придумываете какие-то другие. Так, вам повезло на этой хорошей ноте. Радио Монте-Карло мы благодарим за то, что нас популяризирует, за то, что мы имеем возможность высказаться и рассказать на всю калининградскую аудиторию и предпринимателей, и покупателей, и рекомендателей, и риэлторов. И с нами была очаровательная Татьяна Таранцова. Спасибо, Татьяна. И потрясающий Виктор Иванович, который всех нас стимулирует к нашей профессиональной деятельности. Слушай, ну так мне нужно так, повыше голову держать. Да, спасибо. Вот.